Узнавательно, а потом уже можно и в хардкор. Между выделенным и используемым. Вот такая была дела. Здесь я тоже написал вам про Метеус, а реально еще его немного расширил. Ну, прикольно, классно работает, легко настраивается и очень легко все делается. И вот поэтому решил рассказать. Заранее предупреждаю, что кубернетис подымал так. Быстрее, без плейбуков, без ничего. Просто, чтобы побыстрее поднять, побыстрее сделать. Если будут нужны кому-то плейбуки, могу, конечно, их написать, но в ближайшие две недели не буду этим заниматься. Я думаю, есть смысл сделать чуть попозже, где-то через месяц или через два с плейбуками. Да? Может быть, если захотите. Потому что там, в общем, тема, если мы говорим про мониторинг и кубернетис, эта тема вообще огромная. Там можно и Nagios вкрутить в мониторилки. И там очень много всего можно сделать. Но вопрос к тому, что реально надо ли это где-то у вас будет использоваться в проектах или нет, если в проектах не используются. Да, будет использоваться. И нам бы хотелось пораньше. Желательно вчера. Прометеус на вчера? Лень, у нас Прометеус пошел в полный рост. Так что нам бы с удовольствием посмотрели твои плейбуки. Запросто. Запросто. Плейбуки под Прометеус. Посмотрите, обращаю внимание, что Прометеус вам будут нужны одновременно и операторы, и экспортеры. Не знаю, знакомы вы с этим или нет, но более подробно… Здесь я не планировал про это рассказывать. То есть я могу внести какое-то понимание, что это есть и как это все работает. Ну, не знаю. Окей, давайте начнем. Да? Понеслась. Понеслась. Итак, сегодня я вам хочу рассказать про кубернетис, такое вот K8S и Прометеус. Вообще, когда готовился, мне стало бы интересно, что ж вообще такое кубернетис. И поэтому я полазил по Википедии, по всему, вот, и нашел, что кубернетис, оказывается, это вот такое интересное слово, которое из греческого, тоже там, кубернетис, да, типа, рулевой, главный. Ну, и тоже нам про это дело говорит на Википедии, что это открытое программное обеспечение для автоматизации, развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Жесть. У меня чуть голова туда не порвалась, когда я это прочитал. Ладно. В общем, вообще, откуда он пришел в нашу жизнь кубернетис? Он пришел из Google, потому что ребята поняли, что есть Docker Swarm, что классно было бы еще более легче управлять, начинать контейнерами. Вот. Ну, сделали, они написали это все на Go с использованием, там, небольшая часть написана на Java и Ruby. Внесли это все дело у себя, свои рэпы выдали. Можно туда с рэп ставить, вообще ставится элементарно и хорошо. Значит, вообще, кубернетис может развертывать свои приложения не только на кластерах, а вообще на отдельных хостах. Ну, вот в этом случае, который я буду сегодня показывать, оно развернуто на отдельных хостах. То есть здесь поднята структура master node и две слоевые подподы. Вот. Хотел сюда еще внести для того, чтобы поды могли бегать между собой сев. Вот. Но, так, не получилось у меня это с насколку сделать. Хотя, ну, в других проектах у меня это получалось сделать. Поэтому, вот поэтому говорю, что надо еще немножко времени разобраться, где я что провтыкал. Значит, кубернетис, из того, что я пробовал и знаю, это может работать не только с докером, да, он еще может работать с VMware, с VirtualBox. Я выкладывал недавно гитхабовскую ветку с кубовиртом. Очень даже пристойно работает. Поэтому поехали дальше. Да. То, что я уже начинал рассказывать про кубернетис. У них я отлично спер с их сайта, как это все красиво выглядит. Вот. Поэтому давайте тоже кубернетису, именно по саму экосистему кубернетиса поговорим. В экосистеме кубернетиса есть такие очень важные понятия, как ноды, ну, либо же узлы. Не знаю, как кому более понятно, да. Это реальная физическая, может быть какая-то виртуалочка, да. И, ну, на этой физической машине, на этом хосте будут выполняться наши контейнеры. Также, вот если мы говорим про ноды, да, то стоит отметить, что в них есть сервисы, которые позволяют запускать наши контейнеры, наши приложения в контейнерах, да, то есть, например, там, Docker есть, да. Ну, и здесь мы говорим, что есть там какие-то компоненты для сенсоризованного управления ноды, там, kubadmin, вот. Дальше в экосистему у нас еще попадают поды, также попадают волюмы. Ну, волюм рассказывать нет, это, как бы, как каталог, сетевой диск, такого плана, да. Также, да, попадают наши операторы, такие сообразные метки, да, которые, они, как я понял, они нужны для того, чтобы они работают в sustainable application, да, чтобы, там, управлять этим stateful application, чтобы, ну, кубернетис понимал, что, ну, у него все прозрачно, то есть, он управляет одним и тем же способом. И, ну, кластер-то, соответственно, также управляется, да. Поэтому, если мы немножко двинемся дальше, да, то сама архитектура представляет нам, ну, реально, да, это мастер и ноды. С мастером у нас будет действовать какой-то там оператор, а пользователи будут получать данные из нод. То есть, в этом всем деле нам еще такое понятие, желательно понимать всем, да, что такое etcd. Это вот один из основных компонентов. Значит, по etcd это движок для такого хранилища, как K-Value. Это идет от CoreOS, и, ну, в общем, если можно так сказать, что представляет собой какой-то там эквивалент каталога etc, который мы все знаем по нашим Unix-подобным системам. Если мы вообще, в принципе, да, чем это делаем? Давайте я это сделал вырезку из своих рабочих машин. Давайте мы вот этот, тоже самый, kubectl getpods посмотрим, да, в kubsystem, что там есть и что оно, куда оно движется. Угу. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн, где-то я его там забивал. наберем вот нам быстрее набрать и копируем отсюда совсем немножко слайд-шоу может быть с моей стороны проблемы кстати я сижу на вай фай да то же самое вывод мы видим да и мы видим что здесь у нас используются такие контейнеры в куб системе как core dns и tcd api ванал но тут сеть в принципе прокси мы используем я поставил даже дашборд и его там внизу тиллер я к нему потом более подробно остановлюсь на нем для чего он нужен и что что делать да пока 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 давайте наверное по тем системам что здесь стоит да мы здесь видим core dns я уже про него тоже выкладывал на девопс на наш фейсбуковский девопс комьюнити что это такое это такой dns сервер от core os насколько я помню это был в 2016 году он был сделан и это достаточно быстро такой dns сервером сделан на go и если мы будем лишь там под под капотом находится http сервер и как у там не двое но реально он работает очень быстро как любого приложения значит если мы говорим про core dns дом что что мы на нем можем сделать корден с у нас предназначен для того чтобы принимать запросы по иди пи ти пи ти пи ти пи ти пи ти пи ти и он представляет собой как первичный dns сервер и он отдает данные о зоне из файлов там dns и dns сек и что еще один трансфер зоны делает также он делается выступает как вторичный dns сервер и он может еще вы перенаправлять запросы другим сервера конфигурируется он на базе своего ям вам сейчас попытаюсь показать если правильно там на команду зато кубсистом находится давайте через эти быстрее короткий нас называется да значит нет в нашем случае две реплики как application куб dns по его работе до впустимся ниже по портам видим что он использует и теперь 53 потом он использует tcp тоже все 3 также он сам может передавать свои мы таки по порту 9153 ну и ресурсы которые под него выделены особенность заключается в том что в его установке с тем что я сталкивался это вот в этом дедлайне по умолчанию по моему в нем не 600 то есть я все время ставлю здесь 600 и начинает работать это вот то что я с чем сталкивался не могу сказать у вас то будет ли нет там несены какие-то последние изменения или нет но в последнем пакете кубернетиса ему просто не знаю ты остановился на том что будет работать или нет и дальше вот я не слышу я не знаю как у мальчиков ну я не знаю еще раз давайте я говорил про тайм-аут и вот и если тайм-аут ставить менее чем 10 минут то у меня он не работал что хочу отметить сейчас core dns входит в стандарт поставки кубернет если вы будете ставить с последнего репа кубик то будет отлично он сразу пойдет в поставку и ну я вот не помню что там у нас находится то есть какой там сейчас тайм-аут стоит но советую обращать на это внимание потому что может быть с этим вопросом ну еще что про core dns то есть он умеет делать балансировку ну мы видели на нем метрики то соответственно может передавать метрики то же самое это прометео с примеру да и вот передавать умеет запрос он может там хилл чекинг делать на конечных узлах да ну профилирование как само собой разумеется может что-то и забыл по поводу core dns ну в любом случае что можете зайти на их официальную гитовую ветку и там что-то это прочитать еще из того что у меня в кубернетис есть здесь у меня еще есть такой как флановный отворк это сеть поверх сеной и она нужна для того чтобы контейнеры могли между собой коммуницироваться до добавляется она очень легко тоже добавляется с либо же с гитовой ветки либо же с их официального проекта с фланова ну в общем опять же можем зайти на github cross-flannel и увидим что там одна из сам самых первых команд типа как ее добавить добавляется через кубцы т.л. apply-f и длинка через которым добавляется все прокси понятно надеюсь да ну и дашборд дашборд эта вещь чтобы мы имели себя какую-нибудь красивую штучку на наш дашборд примеру делая себя через прокси прокинул на localhost и вот и пользуюсь как прокидывать могу рассказать через куб прокси мы все можем просто сделать перенести себе куб секрет и куб прокси она заработать на нашей локальной машине моем случае по крайней мере я себе так сделал поехали дальше дальше как 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 вообще попасть на дашборд да иногда с этим возникают проблемы поэтому можно это сделать таким образом то есть мы физически нам будет нужен там токен он будет запрашивать токен для входа да и мы можем получить этот токен опять же через контроллер с ним спейса систем у нас получается что здесь админ юзер токен да блин нам с админ юзер токен надо будет выбрать наш токен это можно через awk сделать либо там когда по-другому где-то я херячил эту команду да вот она есть у меня вот забираем этот токен в control-c control-v в браузер и все все нормально мы заходим на веб-интерфейс на веб-морде чем у нас есть на веб-морде на веб-морде мы можем увидеть такие вещи как namespace наши да посмотреть выкинет наш долгая неактивность именно что погибло здесь вроде нет смотрим все погибло часа по перезапускаю все alert manager пометель да вышло вот наш ход есть время сессии можем потом поставить вот тут токен который у меня был вот здесь забираем переносим туда и все работает сохранен что мы имеем мы имеем здесь namespace и которые есть для Prometheus я обычно делаю namespace типа мониторинг либо там NMP как угодно его называю просто чтобы было понятно что он у меня связан с той структурой что я его обязательно буду мониторить мы увидим здесь статуса что у нас там все отлично все работает да видим наши компоненты которые там есть оператор у меня используется и то что я поставил графан чисто для себя решил посмотреть как она будет синхронизироваться с графаной как это будет выглядеть графани значит все это мы видим на стандартном дашборке самого кубернетиса поехали дальше там некоторые линки где чем можно почитать по этим вопросам да вы сделал вырезка сервисов которые там есть ну про кордонес мне кстати понравилось как на хабре написано в принципе оттуда и подчеркнулся на большее количество своих знаний по кору плюс еще посмотрел на гитте их ветку посмотрел код ну вроде как нормально все понятно все работает как сделать дашборду с этой чудесной линкой вот она кстати и поехали дальше значит если мы поговорим про кубернетис и будем его сравнивать там с какой-нибудь операционной системой да то должны понимать что если мы там будем использовать будем сравнивать с менеджером пакетов то вот у кубернетис он тоже есть своеобразный свой менеджер пакетов это хелм называется и для того чтобы он работал ему нужен телер под значит хелм ставится с одной стороны легко с другой стороны нелегко там возникают возникнуть вопросы с авторизацией особенно если вы используете какой-нибудь там рыбак авторизацию качается кстати по поводу хелма да очень много раз сталкивался с проблемой если забирать сайта их какой-то релиз кандидат то надо очень серьезно мучаться с отлавливанием ошибок в гоу коде потому что очень сырые у них релиз кандидаты хотя с другой стороны если там есть какая-то там нестандартная задача виде поставить из нот стейбл ветки какое-нибудь решение да то конечно релиз кандидат всегда дает фору поэтому как то все происходит то есть мы забираем с официального сайта релиз хелма сейчас забрал 209 290 его разархивируем и запускаем хелма нет хелма нет нам сколько работает порядка там двух-трех минут на ноуте он так отработал стянул себе талер и тилер за инициализировал его и в принципе все потом с помощью хелма уже я и ставил прометеуса и графаном по самому хелму что-то еще хотел про него отметить такое да на свои записи тут 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 не принципе пока все да значит 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 как установить сам прометеус через с помощью хелма если честно инструкции в интернете много я даже даже не буду вдаваться в подробности как он ставится как это все делается вы их найдете в огромном количестве да то есть ну самый простой да он вот он указан хелма стал name имя которое мы задаем да и стей был прометеус на его закачиваемся самый простой вариант да я пошел другим причем я как обычно говорю что я создал себе namespace сделал себе прометеус оператор и ставился через прометеус оператор почему так потому что я в этом случае имел себе все конфигурационные ямлы и в одном из них я поправил авторизацию то есть я поставил что мне она не нужна и соответственно все поставил без всяких вопросов опять же говорю это не для продакшен сейчас сделано потому что для продакшен роллбейст обязательно нужен если вы не будете использовать авторизацию проблемы могут быть разные окей как работает сам прометеус ну во первых давайте чтобы мы понимали что что в чем разница примеру прометеуса или в чем плюсы и прометеус это голы если мы говорим про голынг то мы должны понимать о том что это достаточно быстрая система второе это time series db потом он очень просто развертывается я я не знаю кто еще не писал плейбуки сансы был для того чтобы развертывать прометеус да и если мы еще будем дальше то опять же есть куча решений которые нам позволят создать экспортеры и дашборды для графаны в прометеусе поэтому прометеус вот вот это основные плюсы которые я всегда хочу отметить потом когда мы разворачиваем любую версию приложения в кубернетис и кубернетис создает новый пот и этот пот уже готов то есть старый пот уничтожается прометеус он что он делает он отслеживает через кубернетис api вот эти вот изменения в самой конфигурации и уже оттуда он возвращает себе эти данные ну вот например у себя на экран как этот сам прометеус выглядит на веб-интерфейсе здесь есть различные метрики которые мы можем посмотреть то есть мы не таки можем смотреть именно в самом прометеусе то есть там с графиками со всеми делами что там хочется на я не знаю давайте там api сервер какой-нибудь request control выполнили что мы имеем то есть здесь есть куча сообщений от api о том что сервер работает имеет такую тайпишку то есть по подком порту он общается все вот на вы построение графики он поставил здесь себе строит графику в общем это то что нам надо да и про то что я уже говорил что в общем мы можем интегрировать то есть сделать передачу сможем передать данные из прометеуса у графа ну вот на графа на да вот не прометеусы статистики доступа этим статистикам по всему графики есть графики загрушены где-то они там есть и действия графики дам ушел там еще можем графа на метке сможем помнишь этом делал что в этом делал метрики которым получаем от графа на 3 что здесь у нас здесь у нас идет по роутингу да что здесь у нас идет здесь у нас идет по загруженности по созданию этих алертов то есть все эти метрики мы можем запросто получить в хорошем в хорошем виде на потому что она красиво смотрится примеру вот они все статистик которые мы получаем с прометеуса для сформирования на базе графа на в принципе для того чтобы это все сделать есть я так на скидку скажу наверно прогулил порядка двадцати либо тридцати различных инструкций они все завязаны но мы должны понимать о том что нам нужна будет структура для того чтобы мы могли сделать связь связка между прометеусом и графа на нам потребуется экспортер от прометеус нам потребуется оператор для работы даже даже можем это сейчас дело и глянуть здесь у нас итак что нам потребуется нам будет потребуется оператор в любом случае нам потребуется сама графа на нам потребуется alert-менеджер для того чтобы принимать данные из кубернетиса нам потребуется экспортеры которые будут работать ну то есть которые будут придавать данные примера состоянии самого куба либо экспортеры которые стоят на нодах и передают данное состояние но да да и сам экспортер в между прометеусом и графа на и вот если мы говорим о написании этих экспортеров я вам честно скажу это совершенно другой разговор в принципе они пишутся легко есть тоже у самого прометеуса куча инструкций о том как их писать но ну не сейчас я не готов еще про это рассказать просто мы еще не осознал сам для себя всю эту ситуацию всю эту глубину ситуации значит если будем сравнивать прометеус с каким-нибудь там забиксом все основное отличие будет сейчас в том что для того чтобы забикс мог что-то делать с кубернетисом ну в общем он не знает что такое контейнер на для него состояние контейнера ну читаю что контейнер это физически рабочая виртуальная машина да если мы будем работать с докер контейнерами то вот это вот именно сам докер контейнер он всегда будет сигнализировать ай вот это вот у меня что-то поломалось что-то погибло все пошло не так все-все-все-все-все-все вылетело все вот и поэтому забикс требует от него надо было от запекса надо поставить контроллер потом экспортер к забиксу и еще плагин для кубернетиса и тогда он начинает что-то куда-то смотреть потом когда мы с вами говорили вообще по кубернетис я еще хотел немножечко сказать о кубернетис api я забыл про него сказать вам значит вообще если мы говорим про кубернетис api это один из самых ключевых моментов самого самого работа кубернетиса в общем он представляет джессон ареста пиа и для работы для связки вот и экспортеров и операторов и всего он позволяет нам узнавать состояние объектов в эти сиди что он еще делает он он позволяет нам управлять распределять контейнеры нагрузки между нодой то есть именно именно через сервер api потом там еще и шедулер да тоже там про него быстренько пробежали пропустили и вот по шедулеру шедулер у нас имеет основания для перезапуска кодов это то что помню по коду и у него есть политика косов у него есть локализация он смотрит на стрим объекты что-то типа не физически должен находиться локализирован должен быть объект определенном месте находиться вот это то что и это если еще вернуться к кубернетису и из дальнейших планов что я хочу сделать что вам хотелось бы рассказать это возможности перемещения подов между нодами и и как как вообще это все организовано то что я сейчас для себя решил выучить поставить как это делается я смотрю как это делается с помощью сепп что такое сепп в принципе вы легко можете разгуглить это такая network and file systems которая позволяет нам создавать своеобразный кластер между различными юникс линукс посек с машинами в принципе ничего там сложного нет в нем но у меня не получалось если честно скажу сейчас с такого быстрого прыжка это сидел его раскрутить и подвязать кубернете самому но обещаю что в следующий раз я это сделаю если буду давать вам плейбуки то буду давать уже плейбуки в котором будет сепп вы уже сможете посмотреть что если вы потушите какую-то одну из нот то данные вам все равно останутся доступны хоть они и хранились на той ноте по 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 почему еще на по по опять же по прометеус метрики которые можете дать в прометеус мы можем те что которые мы собираем и можем увидеть на веб-интерфейсе кстати обратите внимание да что все метрики в алертах и они они очень легко и конфигурятся и очень легко с ними можем там я не знаю по достижениях состояния где-то сообщать какие-то данные все ну здесь уже ваша задача то есть как вы захотите с этим поиграться не поиграться и по 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 прометеусу в принципе меня все вот если вы хотите что-то спросить спрашивайте ну я пока закончу поэтому ну я не знаю можно можно выбрать сейчас что в конце самой презентации так что я я rozumЕю прометеус с графанами с ouvлайн шаб después в той самий кластер, який він повинен і моніторити. Чи це usual кейс, что такий деплоймент в той самий кластер? Перше питання. И как это впливает на надежность? Чи были кейсы, что кластер был завантажен, и Прометео с Графаною не справлялись и показывали что-то не то, что на самом деле есть? Классный вопрос. Действительно классный вопрос. Я его деплую в тот же кластер, но деплую в другой namespace. Это лично моя особенность. Почему мне это удобно делать? Что я знаю, у меня там, например, в мониторинге содержится мониторинг. У меня в веб-интерфейсе содержится веб-интерфейс. И я уже понимаю, что если мне там надо какие-то данные получить, то я их получу с определенного namespace. Да, оно деплуються в тот же кластер. Прометео с экспортером можно использовать как внутри кластера, так и снаружи кластера. И Прометео может также использовать, если есть экспортер, и он может читать данные с экспортера, то можно использовать и снаружи кластера. То есть он может читать на какой-то другой машине, а экспортер будет просто тянуть данные и передавать их ему. Вот так произойдет. Алерт-менеджер, да, экспортер может взаимодействовать с Алерт-менеджером. Соответственно, он может забрать оттуда данные. Как это сделать? Ну, сейчас пытаюсь вам показать. Как это сделать? Это можно подумать. А вот, если были какие-то проблемы с тем, что кластер уже закрылся, а не знаю? У меня не было. У меня на фрилансе было, по-моему, три или четыре кейса, связанные с кубернетисом. И ни разу такого не было. Притом же три дипломента у меня было на Амазон и один на Гугл. Все. Не знаю, может у людей денег было много. Ну, никогда не было вопросов с тем, что... Ну, я могу предположить, что такое может случиться. Но, опять же, если мы говорим про Go-based Application, то те ресурсы, которые он напитает, это вообще какие-то минимальные ресурсы. Так что, ну, можно подискутировать, можно попробовать сделать, поднагрузить трафик, посмотреть, что будет происходить у нас. Единственное, могу так сказать. Заразумело, дякую. Ну, тобто, я как-то, ну, в свой час я тоже шукал від войны на это запитание. До кого-то не знаю, что я бачу. Всі кладут в той самий кошик. Можно просто... Не, ну, еще зговорю, мальтурую систему можно положить вообще в другое место вообще отдельно от этого всего, отдельно от твоего класса, вообще на отдельно другой дата-центр. Ты можешь, то есть, можно выложить на какой-то отдельный, там, пор-метал, все, оно будет там лежать. И через экспортер просто будут тянуться оттуда данные. Запросто так будет работать. Но... Вот это означает так, как тонн роберт, так, как я разумею. Да. Да. Ну, то есть, практикал кейсов я не видел, поэтому я так ни разу не делал. Ну, еще раз хочу сказать, то есть, в моем случае у меня здесь и нагрузки никакой нету, да, что мы там посмотрим по памяти, у меня здесь 500, сколько там, по максимуму, да, сколько было, 625 мегабайт памяти у меня отжиралась, да, и это при условии того, что у меня... Сколько сделано? Раз, два, три. Две ноды, один мастер. По два гига на каждую виртуальную машинку выделено. То есть, никакой особой нагрузки я сейчас здесь даже и не вижу. Можете сами посмотреться. Если, кстати, кому интересно, я могу на базе параллеля просто эти виртуалки завернуть, вы их у себя развернете и все. Ну, не знаю просто, куда выложить. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть вопрос небольшой по сбору метрик. Вы собирали когда-нибудь кастомные метрики? Приходилось ли вам это делать? И если да, то какой из способов вы считаете предпочтительней, например, использовать, например, Голанг с его каким-то клиентом, вот, Прометеос, и что-то соображать, либо же там какие-то есть другие варианты по сбору кастомных метрик и насколько это нужно вообще в данном случае? Спасибо. То, что я делал еще раз, я собирал метрики по дельта-метрик между ресурсами, которые были выделены под энджинковские поды и те ресурсы, которые они реально потребляли. Это, я это делал на Голанге через стандартный Прометеос-экспортер. Делается это очень легко. У меня получилось 30 строчек кода. Поэтому другие варианты я как-то и не рассматривал, если честно. Дело в том, что, как бы, я смотрел тоже такой вариант с использованием Go, но вроде как есть еще через баш-скрипты, несложно, там вроде как команды какие-то делаются, которые тоже могут отправлять кастомные метрики прямо, по-моему, на Прометелс-сервер, либо что-то такое. Просто я в этом, например, не очень копал. Интересно, может, вы копали? Я не смотрел баш-метрики, то есть про них, ну, в одном из обзоров было написано, но мне показалось более лучше сделать на Голанге. С другой стороны, я его учу сейчас достаточно так упорно, поэтому для меня Гол всегда рулил. Ну, в принципе, можно это даже так предполагать здесь с помощью Джавы, это мой второй язык, тоже возможно. Ну, ну, я не смотрел в сторону баш-метрики. Я могу попробовать еще раз говорю, да, это интересный вариант, интересный экспириенс будет с этим. Можно попробовать? Спасибо. Не буду слушать. А тут до дискуссии, я думаю, что от кастомные метрики, это метрики, например, там, сколько ордеров в какой-то сейл-системе отбывалось, или какие-то сейл-системы от вашего, ну, то есть, аппликейшн-левел, бизнес-метрики, кастомные, или какие-то сейл-системы отбывалось? Собирали мы на базе аппликейшн-левела, но, в принципе, если хотите бизнес, то я тоже предполагаю, что их можно забрать, просто единственное, что мы должны будем использовать какой-то внутренний клиент, который нам эти метрики будет выдавать наружу. Потому что делал, я собирал метрики с аппликейшн-сервера на базе Томката, и внутренние метрики там, иногда оно выскакивалось с секьюриторизейшн, вываливалось на SSL-эксепшн. Вот, я просто парсил логи и выкидывал тебе метрики на уровень вверх, как в экспортерах, все. То есть, можно и то, и то здесь, в зависимости от того, что надо. Ну, так, там, если не помиряюсь, то эти экспортеры, это под, который лежит на ноде, он мониторит, например, саму ноду, каждый под, або, например, сам аппликейшн, можно садмитить в гейтвей, который будет уже в Прометеозовом. Но мы, опять же, можем в то же самое экспортер отдавать наши данные. Да. Так что... Ну, тут это достаточно жнучка, система действует. Поэтому, если есть возможность его использовать где-то у вас в продакшене, используйте, если будут нужны вопросы, я всегда готов помочь. То, что знаю, то, что я делал с Прометеозом, всегда готов показать, рассказать. Ну, в любом случае, я что хочу всем посоветовать, то есть, если у вас есть возможность, да, там, не знаю, я вот эти три своих виртуалки могу с вами поделиться, поиграйтесь, посмотрите, что он делает. Хотя бы ты залезьте внутрь самого пода и увидите, как там все работает. Ну, лично, моя точка зрения, всегда было интересно, что там внутри под капотом находится, да, то есть, там, где там внутри этот код, как этот код можно поменять. Вот так. Такая питанечка, мабуть, более философская. Чи би ви заюзали бы Прометиоз для моніторинга продакшен-энвармента? Зо всіма вытекающими проблемами. Такой архитекторский вопрос, да, здесь, 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 здесь. Ну, оно просто меня бентежит уже и мучает, уже деколька месяцев, мабуть, потому что тут у нас сейчас дилемма на проекте, там, на чем мы остаемся и куда мы дальше двигаемся. Так как бы, ну, играться про Метюз, да, супер, там, флексибель, что-то изучить, там, вопросов нет, все хэппи. Но, ну, там, когда клиент каже, я там, ну, хочу видеть, что он, как живет мой энвармент, то, и, right now, то, ну, как бы вы в таком випадку поступили бы? Чи, может, есть какие-то рекомендации из вашего досвиду? Ну, я бы всегда смотрел на такие вещи, как supportability, maintainability и есть такое понятие, как, типа, вот, чтобы эта система была достаточно хорошо описана, то есть community у нее была достаточно хорошая. В данный момент между, я вижу это у Прометеуса и у Графаны, поэтому я бы рискнул бы и поставил бы широко используемое хэповое решение, в которое сейчас куча народу контрибьютается, я так предполагаю, что оно будет еще жить, как минимум, года 2-3, то есть 2-3 года, оно будет поддерживаться за счет комьюнити, не надо будет ни лицензию, ничего, такой близкий уровень к энтерпрайзу, то да, можно, почему нет? И на сколько инженер, девопс инженер, мае быть, ну, с досвидом, ну, який досвид мае быть инженера, чтобы, например, ну, взяти иснуючую, написанную, моніторинг, оцей селюшен, разобраться с ним, поддерживать его и, ну, может, там что-то вносить какие-то изменения, ну, это який уровень мае быть, интермит, сеньор? Ну, вообще, порог вхождения, насколько я знаю, в Кубернетис, Прометеус, это уровень сеньор считается на сервере. То есть я ставлю, что люди, да, там интересно побаловаться, да, классно, все там подобное, вот, но порог вхождения достаточно высокий. С одной стороны, мы должны понимать, как работает система, с другой стороны, там, ну, сам тот же самый Кубернетис написан на гоу, да, и, ну, хотя бы-то его попытаться самому собрать, да, если мы обращаемся к какому-нибудь интермиту, да, там, а вот, что там делает гну мейк файл, да, что в нем внутри находится, да, либо как происходят мейк билды, да, как там таржеты пробегутся, ну, вот такие вопросы всегда возникают. Если вопросов больше нет, я хочу тебя поблагодарить за сегодняшнюю презентацию, потому что ты сам видел по комментариям, по вопросам, что было задорно, вкусно и полезно. Вот, за это, как бы, тебе респект и уважуха, вот, а от себя могу добавить, что ты сделал для комьюнити пятую презентацию, и по правилам нашего, там, ревординга, я не знаю, назови это как хочешь, я тебе сегодня скинул Amazon сертификат на 50 долларов, потому что каждый человек, который делает для нас пятую презентацию, мы договорились с лидерами комьюнити, что он получает не футболочку традиционную, ну, конечно, шестая презентация будет снова футболочка. То есть у меня есть все варианты собрать себе набор неделька, да? Да, конечно, я заказала новые цвета. Окей, ребят, я хочу всем сказать, если кому-то интересна данная тема, я готов ее продолжать, в том плане, что, ну, она мне интересна самому, то есть это тот вопрос, который у меня там по вечерам, по ночам сижу, занимаюсь, ну, мне это реально самому интересно, то есть хочется развиваться, все. Мои планы на данный момент – это скрутить вместе кубернетис с сепфом и сделать какие-нибудь свои кастомные экспортеры для Прометеоса, которые будут, к примеру, в Графану добавлять, наверное, какие-то новые части статистик, там, что-нибудь такое, да, и все это дело собрать на каких-нибудь, ну, возможно, это я вот, ну, лично, то, что я хочу сделать, на базе там Мансибла собрать, да, ну, хотя, может, ну, в любом случае это будет надо, да. Если это интересно, я готов какими-нибудь своими опытами, экзерсисами делиться с вами, спрашивать. Ну, у меня есть уже на проекте про Митюс досить таки долго, но, на жаль, до него руки не доходили, как у клиента, так и у нас, у команды, и, в принципе, у нас так же есть на працювании, мы его там деплоем, но он сейчас живет у нас на Катле, вот, и сейчас идет там, ну, у нас, как бы, диалог, или мы остаемся на него тогда, куда мы рухаемся, или мы там еще, ну, и шукаем вообще, но мы его сейчас пока что рассматриваем, как такой опсовский мониторинг-солюшн, потому что клиенту, на жаль, такие метрики, такую культуру метрики, ну, на жаль, ему это не нужно, но он их видит, но он говорит, ну, так, льва, но что мне с ними делать? Вот, тому, чи можна завязати це, наприклад, як моніторинг-тулзат для опс, для суппорт-команди, яка, ну, для них це взагалі має бути такий, знає, клауд, там, blackbox, і вони хочуть отримувати якийсь алерт з ліночкою, там, ранбука, клікні сюди, зайди і пофіксуй проблему. Чи можемо ми, наприклад, примітюруса розглядати з цього боку, тоді, так, мені було б так само цікаво рухатися, там, я би зміг, наприклад, взяти твої варіанти, я б зашарив, що в мене є, ми, там, наприклад, могли б, там, потім прийти до якоїсь там згоди, чи, там, ну, що може примітюс як для бізнеса, так, тобто, чи можемо ми це клієнту презентувати, продати, наприклад. Тобто, у такому скопі. В принципі, я предполагаю, що це можна зробити, тому що у Алертменеджера є API, це API можна опрашивати і передавати дані в якусь халдес систему, тобто, зробити якусь між ними інтерлеєр. С одной стороны, вона буде формувати, опрашивати алерты, а с другой стороны, вона буде формувати тікети, ну, там, я не знаю, куди там, workflow, то есть в той системі, то есть там може тікет с возможним solutions, либо там с вариантами solutions. Це можна зробити. Единственное, в чому може возникнути загвоздка, це загвоздка в авторизації, то есть, как у тебя, как эти тикеты будут авторизированы в ITSM системе? Ну, так, тут зараз більше питань, ніж відповідей. Тому, я ж кажу, мені цікаво зараз примітить, що ми можемо з ними далі робити. Ну, зараз, наприклад, у нас там шли алерти в хіпчат, ми там бачимо, у нас він може слати Алертменеджер в OpsGen, ні, ми отримаємо эскалейшини, дзвінки, смски. Тобто, ну, більше-менше ми побачили, що воно може це робити, але чи можемо ми там рухатись цим далі, навантажувати, додавати нові енварменти? А я, я так скажу, що сам Алертменеджер, он по ресурсам, если він у мене от'єл, там, наверное, 20-30 мегабайт, то це все. При слові того, що там алерти, ну, я не кидав алерти, там, 5-6 алерти кидав. Ну, можна кинуть буде більше, але я не думав, що він от'єст більше, чем 100 мегабайт по своїм ресурсам. Единственный вопрос, то есть, как часто ми будем дергать його API-ку за полученнями данных? То есть, API-ка, насколько я помню, обновляється каждые 10 секунд. Может, этого не хватить, может, хватить. То есть, надо было чуть-чуть його переконфігурити, сам Алертменеджер, за більше частого обновлення його ресурсної части. Ось так. Ще таки, Танечко швиденько, чи пробували ви підіймати цей Prometheus Солюшн на якій іншій платформі, чи тільки ви на Кубернеті це робили? Я вот только на Кубернеті це робив. Знаю, что его возможно поднимать на стандартном Google Cloud и в Амазоне видел вообще за одну кнопочку поднятия Prometheus. Чому запитати? Тому що ми зараз підняли на докері його, і, ну, є проблема в том, що час від часу алерти повторюються. Тут питання два. Чи у нас дійсно такий unstable environment, чи щось трапляється з alert-менеджером і Prometheus, що вони відсилають нам дублікейти ці алерти. Тобто, ну, не хочеться заспамити. А Prometheus откуда брали? В докері із стейбла, либо откуда? З офіційного Prometheus. А, з офіційного Prometheus, там RC, треба з докера з стейбла взяти. Добре, дякую, подивимось. Там, ну, разниця версій. Там будуть, в общем, на, всіх, 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 наприклад, там лежить какая-та версія з RC, которые они еще правят, которые не только собрали, все. И все время там возникают какие-то проблемы. Очень много раз на это натыкался. Может быть? Your case. Угу. Окей. Дякую. Ну, в принципі, я ready рухатися в сторону Prometheus. От, що мені, ну, треба зрозуміти, чи можемо, чи мені. Тому, в принципі, можеш мене там помітити, що я плюс один, хто хоче ще далі ковернути з тим, що тебе є. Дякую. Ну, тут хотів би додати, що тут дійсно там дуже, одразу з коробки там дуже багато метрик приходить в Prometheus. І дуже велика складність це розібратися, які метрики там є, які хоча б на категорії їх поділити. І зрозуміти, як їх правильно використовувати. Окей, моніторинг є, ми маємо. А як його, щось корисне з тих моніторів, це, мабуть, найскладніше питання в моніторингі. Так. А взагалі, самонасладніше питання підійти до питання самої метрики. Що це таке, як ми їх себе розуміємо, з чого ми її хочемо отримати, і що ця метрика буде для нас давати. Це найголовніше питання. Якщо продавати клієнтам Prometheus, то треба показати їм, що такі метрики будуть корисні в тих випадках. Ну, ти знаєш, якщо продавати клієнту, то можна... Якщо ідея, то клієнту можна показати таку графічну, от графани красиву табличку, спрятати значок графани. Клієнту все подобається. Я хочу опит... Опять же, з річного опита. Тобто, що приходилося. Візуально вона так дійсно гарно глядає, а от подивитися і зрозуміти, що щось не те з кластером, от клієнту це буде набагато важче зрозуміти. Ну, ти навіть девелопер не завжди зрозуміли, там чи DevOps, якщо він лише встановив графани. От, а вже глибше, ну, в деталях там. Ну, так. А, я не... Согласен. Тут не поспорь, це дійсно така косновопливаюча точка зрения. Тобто, ми маємо розуміти, що ми робимо, і для чого ми получаємо ці метрики, і що ми маємо на базі цих метрик, кому що розповідати і відповідати. Тобто, на базі метрик можна прийняти автоматичне рішення на автодеплоймент зробити, або зробити green-blue деплоймент, щось таке. Тобто, Тобто, перед собою задача. Ребята, давайте ми подумаємо, що ми можемо зробити для того, щоб наше приложение считалось правильно функціонуючим. що нам потрібно знати, щоб прийняти решення, що с нашим приложением все в порядку, у нього все хорошо. Ми виписували целий лист определенних метрик, делали якісь кастомні метрики, і все вместе, коли ми прийшли до меню, що якщо ми соберемо цю информацию, ми будемо судити про те, що наше приложение работает правильно і корректно. І в случае, якщо ми їх контролюємо, то, значить, у нас покрыты все кейсы. І тільки після того, як ми собралися, виписали ці метрики, і, в общем-то, ми їх реализували, вже можна було говорити про те, що у нас є мониторинг, який реально нам щось показує. Тобто, безполезно нарулювати мониторинг с бесконечним количеством метрик, які не дають нам нічого. Тобто, сначала, ну, как би, нужна цель. І цель – це определити, собственно говоря, наскільки наше приложение работает, якщо правильно, які є у нас узкі міста, а потім вже, з цим набором інформації потрібно йти к клієнту і говорити, що наш мониторинг покрыває необхідні кейси, для того, щоб, можна було сказати, що наш аппликейшн действительно работает. Якщо у нас чого-то немає, в случае, там, дополнительного функціоналу, або ми нашли якісь баги, то просто добавляються дополнительные метрики для того, щоб система мониторинга отслеживала живость нашої інфраструктури і живость наших приложений. Т.е. система мониторинга не строится ради того, щоб построити систему мониторинга з кучей каких-то графиків. Вони що-то должны нам сообщати. І це що-то, це прежде всього живость і здоров'я наших аппликейшнів, які, собственно говоря, ми крутим. Як то так. Так в Ануи. Правильно. Я теж согласен. Я видел книжку, я не помню, автора. Книжка була связана с точками жизни разрабатываемого приложения. И она заключалась в том, что там, типа, самое яркое было то, что мне понравилось. Зачем вам нужен логер, если он увеличивает ресурсоемкость вашего приложения? Тот же самый вариант, то же самое, что сказал. В нашем приложении в нашем мониторинге есть понятие точки жизни нашего софта. И если нам мониторинг сказал, что вот эта точка жизни умерла, то наш софт можно сказать, что тоже умер. Кстати, хочу ее купить. Читал я только в электронном виде. Думаю, что можно строить окраймы комьюнити по мониторингу. Женя, это уже тебе прямо такое предложение. Окраймы комьюнити по мониторингу. Есть такая статистика, комьюнити более-менее стабильно живет, если в нем больше 100 человек. У нас есть опыт, когда Go жила внутри DevOps комьюнити, потому что там было аж 15 человек, когда мы его залончили. Сейчас их 613 человек, и то не всегда получается найти среди них спикера. Так что, кроме того, что вы хотите иметь свою платформу, хорошо бы, чтобы вы учитывали, что есть очень большие риски, что само комьюнити, и не люблю это слово, оно там больше всего подходит мертворожденное изначально. И чем меньше людей в пуле, тем меньше вероятность, что найдется спикер раз, и тем больше мы конселим митинги, и тем быстрее комьюнити умирает. Было уже не одно такое комьюнити, которое вот так вот сделало. Это печально. А второй момент, комьюнити в серве 10, и драйваю их я. И у меня нет уже свободного дня, чтобы драйвать еще 11. У меня все дни забиты. Так что вот, если вы возьмете под свое крылышко и будете сами его драйвать, я да. А мы внутри DevOps комьюнити сделаем какую-нибудь там свое мини комьюнити, связанное с мониторилками. Это всегда интересно, всегда важная тема. Отлично, я только за. Чем шире скоп, тем, которое вы разбираете на комьюнити, тем оно интереснее и насыщеннее. Я вот реально за. Если с вопросами все. А можно еще вопросы? Да, конечно. Я пропустил просто начало. Было ли сравнение InfluxDB, графана вот этого стека с Проматеусом? Я не сравнивал. Тогда вопрос. Я даже не ставил себе в идею сравнить с InfluxDB. Можно я вопрос задам сейчас? Да. Есть стек InfluxDB, телеграф, капаситор, хронограф, и там еще алертер интегрируется, чтобы алерты можно было нормально дешберды строить, потому что в графане алерты, особенно для визуализации, не особо хорошо сделано. И вот этот весь стек против Прометеуса. Какие плюсы Прометеуса? Что проще настроить, что проще поддерживать? Просто интересно сравнить, потому что я на данный момент как раз с этим работаю. Не с Прометеусом, не с интересным. Жень, может, ты для нас тогда сравнение сделаешь? Я могу тебе помочь, к примеру, с Прометеусом. Да, да, да. Я просто большей части работал с Прометеусом, чем с Influxом. Ну, действительно. Маленький могу так овервью по Influx. Якщо ты плануешь в Прометеус пхать метрики, ну, как минимум, там, півсотни сорсов, то тебе однозначно треба дивиться на Influx. Якщо ты хочешь интегрувати его с чем-то еще, свой мониторинг на Прометеусе, тебе однозначно треба Influx. Там, телеграма, телеграф, ну, там, то, что иное. Прометеус, если ты хочешь так вот взяти, погратися, так, чтобы все сделать, там, для себя, для клиента, там, демку. Influx не потребен. Якщо ты думаешь рухатись далі, то однозначно Influx. Ну, тут уже есть Influx, есть телеграф, есть графана. Необходимо сделать просто алерты, то есть прикрутить еще капаситор или алерта. Алерта — это отдельный сервис идет. Тут я тобі не підкажу. Я, на жаль, тут еще не дошов. Ну, просто как раз я буду это делать. Я думал, может, там, на Прометеусе это все раз-два сделалось. Ну, тебе правильно сказали, что Прометеус — это еще не Enterprise решение. Это решение, которое стильное, модное и молодежное. Там, хайп по нему куча. И есть в нем, ну, самое главное ограничение в том, что я его не видел в больших Enterprise решениях. А там, где мне приходилось с ним сталкиваться, это были... Ну, я не знаю, кто это сказать. То есть это, типа, как подделки на коленках. Это интернет-магазин, в котором, там, не знаю, там, например, пять тысяч посетителей в день, да, которые сделают там тысячу покупок. Ну, здесь небольшое решение. То есть там порядок сотни серверов, да, в АВС, все в АВС. То есть я не называю так большим решением, но используются они... Для небольшого решения, да, можно. Ну, опять же, приведу то... Ну, аргументы своей точки зрения — это достаточно высокая комьюнити у самого параметка, да, она активно сейчас развивается. Ну, и достаточно легко к нему все что угодно дописать и прикрутить самому. Небольшая смартовость, небольшое знание, даже не знаю, кому чего, либо JavaScript, либо GoLang, и решение готово. Спасибо. Я просто думал, когда уже большое реальное интерпресс решение, количество там метрики хостов огромное, то всегда будет какая-то проблема с базой, где это все хранится и насколько она масштабируется. То есть, потому что Инфлюкс... Я не смотрел, есть ли там кластерное решение, а что по этому вопросу про Метеуса? Еще печальнее. У него в свой embedded база данных, яка на невеликих метриках просто падает, тормозит, лежает. Тобто, ну, туда навіть и не дивись. Угу. Хорошо. Дело в том, что... Ну, опять же, просто дайте мою точку зрения. Мы никогда не заглядываем, что находится внутри самого контейнера, да. Если нам нужна отказоустойчивая база данных, ну, почему бы не сделать нам самим, да, и не запропоновать там решение, да, про Метеуса? Ну, вот просто вот так. То, что пришло на скидку в голову. Я... Спасибо за комментарий. Да, вот хотел Евгению добавить, что действительно такая проблема есть в мониторинге с энтерпрайзом. Вот. Дело в том, что ты сказал, что у тебя там порядка 100 хостов. Скажу как бы свое личное мнение, что когда, например, если речь идет не о докер-контейнерах, а именно о хостах, вот, то все-таки я бы, например, обратился к какому-то другому решению по мониторингу энтерпрайз. Например, Zabbix является энтерпрайз-решением. Вот. И, например, последними... вот последние фичи, которые, как бы, ну, я видел по данному... по данной системе мониторинга, это то, что уже народ активно использует постгрессные базы в качестве бэкэнда под Zabbix вместо MySQL. И дело в том, что уже в последних версиях уже активно Zabbix продвигал партиционирование этих баз данных для того, чтобы можно было активно транкетить базу по каким-либо... даже так, не то чтобы транкетить, а сегментировать ее для того, чтобы размеры таблиц были как можно, ну, как бы, меньше. Ну, я понял, чем идея. Да, и, соответственно, как бы, скорость и производительность твоего мониторинга, например, на сотне хостах, вот, была более-менее вменяемой. Скажу так, что когда-то встречал человека-администратора DevOps из Grammarly, который сказал, что у них на сотне хостах Zabbix умирал. Я разводил руками и сказал, что им не повезло. И они, как бы, ну, как бы, ничего другого не придумали, как создать свою базу данных, там, на сенсу, еще там, что-то там такое. Вот, поэтому я считаю, что система мониторинга должна выбираться от инвайромента, который ты, прежде всего, админишь. Вот, и, соответственно, как бы, на каждую задачу должен быть выбран свой инструмент. То есть, как бы, вот, как уже сказал спикер, что хайп хайпом – это хорошо, а все-таки нужно, как бы, трезво подходить, как бы, к решению своей конкретной задачи. То есть, не все, что модно, молодежно, оно всегда классно и тебе подходит. То есть, если у тебя железные машины, то, возможно, есть смысл посмотреть на Enterprise решения, которые уже проверены с какой-то масштабированностью бэкэнда и баз данных и все такое. если у тебя маленький, небольшой проектик, который крутится на докерах, то, действительно, почему бы не заюзать Prometheus, либо же графа, ну, ну, что-то, что-то такое, ну, которое, в общем-то, будет спокойно жить под небольшими нагрузками и показывать тебе красивые графики. Ну, то есть, как-то так. А еще вопрос. Приходилось ли кому-то работать с сервисом Alerta, называется? То есть, это open-source решение для визуализации, по сути, алертов и там еще оповещения по разным каналам связи. Slack, email и так далее. Прием. Мне нет, сразу скажу. Тоже мне на юзал. Окей, тогда, в общем, буду разбираться. Спроси у своего SDO-координатора, может быть, есть у вас кто, точнее, даже есть в компании тот человек, который юзал это делает, что тебе может подсказать? Ну, у нас сегодня будет собрание, и я спрошу тоже, потому что интересный фидбэк, реально. О, раз пошла такая пьянка, то я тоже спитаю. Signal FX. Какого-то есть experience? Нет, я впервые слышу. Окей, доброе. Ну, это не фришный продукт, там, SaaS solution. Окей, доброе. Я еще не знаю. Дякую. Спасибо, меня вопросов больше нет. Спасибо. 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 Спасибо.